Всем большой привет! Сегодня хочу поделиться своим своим новым уходом за лицом, а также рассказать об нескольких средствах, которые я открыла для себя в качестве ухода за волосами. Поэтому начинаем. Итак, первое, с чего я начну, это расскажу о том, что на протяжении полутора лет я все время использовала одну и ту же марку, это был Клоринс, в котором я и тоник брала, и сыворотки, и маски, и крема, и мне все устраивало. Но в определенный момент, не знаю, возможно, они изменили формулу или что-то изменилось, но все перестало мне подходить. То есть я особо все время, когда беру, я борюсь за то, что вот эти части у меня всегда сухие. Я хожу в бассейн, и как-никак, по-любому там хлорка есть, и, ну, вот, сказывалось это на мне. Поэтому я пришла и думаю, ну, вообще, целенаправленно шла, думаю, любую марку возьму, не знаю, вдруг что-то новое там мне захочется. Но опять-таки, почему-то я пришла в Клоринс и взяла себе вот такую вот сыворотку, это дабл серум, двойная сыворотка. Правда, она называется такое, с омолаживающим действием. Ну, я не верю в это, ну, омолаживающее средство как-то. Вот. Что могу не сказать, что в состав нее входит 20 растительных экстрактов, безумно вкусно пахнет, она очень здорово разглаживает кожу, придает ей блеск, выравнивает тон 100%, но я хочу сказать, что она достаточно долго впитывается. То есть, мне хватает, конечно же, одного нажатия для того, чтобы распределить это на все лицо, но вот смотрите, какая она по текстуре. Она масляная очень сильно и долго впитывается по сравнению с той же маской, с той обычной сывороткой, которая такая в зеленой баночке, в голубой баночке. Обычное дабл увлажнение для истощенной, изнеможденной, нехватающей воды кожи. В общем, это впитывается намного дольше, и вот это немножко, конечно, мне немножко вначале напрягло, но с ней нужно проснуться и подольше погулять по квартире, чтобы... Кстати, эта сыворотка очень классно работает с тональной основой любой, которую я пробовала. Кисточка прям понятна. Купила, это был увлажняющий крем для нормальной сухой кожи. Классное увлажнение на протяжении всего дня. По своей текстуре он уже очень-очень легкий, честно сказать. Очень классно распределяется легко, никакого масляного, маслянистого эффекта в нем нет. Очень здорово они друг с другом дружат, дополняют. И могу сказать, что вот после месяца использования, я могу смело сказать, что эта двойка мне очень нравится. Это отличная замена тем средствам, которые я использовала до этого. И те сухости, которые у меня были, которые меня волновали, они, наверное, ушли уже после третьего применения, мне кажется. У нас вот такой тоник от фирмы Пойот с экстрактом клюквы. Если честно, я очень долго хотела уже давно перейти на марку Пойот в принципе, попробовать, что это и как. Потому что достаточно много моих знакомых используют ее и довольны. Но вот когда я лично сама подошла уже к стойке, как-то так получилось, что я начала читать, смотреть, что да как. И как-то, ну не знаю, не легла у меня душа. Но у меня закончился мой тоник от Клоринс с ромашкой. Я думаю, о, замечательно, теперь возьму такой попробую. Потому что я его уже у своей знакомой как-то тестила, смотрела. И мне он понравился. В чем у него преимущество? Он тоже безалкогольный, так же, как и ромашка-то от Клоринс. Но если я пользуюсь Клоринсом и умываюсь, и как будто это, знаете, ну просто вода. Я просто умываюсь, он чистит, там, приятный запах. Увлажняет действительно кожу. То есть если я тем умываюсь как водой, просто умылся, то этот оставляет после себя такой эффект, что поры дышат, лицо дышит. Ты вроде бы трогаешь лицо, да, скрип его очистил, но такое ощущение, что он после себя все что-то оставляет. И мне это очень действительно нравится. Я чувствую, что правда вот кожа свободно дышит. И это очень здорово. Бывает такое, что ты смываешь макияж, и что-то осталось там после душа. Ну, какая-то косметика. И я спокойно могу взять ватный диск и удалить это даже под глазами. И да-да-да, это вредно, но никакого раздражения, либо чего-то еще. Очень сильно, знаете, я люблю ходить за косметикой. Знаете, я очень сильно люблю ходить в магазины. Именно тогда, когда у тебя почти все закончилось, и тебе нужно кучу всего накупить, и тебе хочется там поковыряться. Обязательно у тебя набегает какая-то такая достаточно крупная сумма, и консультанты всегда очень милые, по-доброму тебе дают кучу всяких пробников. Ну, и в этот раз также в Клоринс мне надавали кучу всего. Там всякие гели под глаза от синяков, какие-то помадки, блески, ну, кучу всего. Об этом я не хочу говорить, потому что мне, ну, я не знаю, я не особо, они мне там как-то запали в душ. Но увлажняющая, с SPF 15, что я хочу о ней сказать. Она очень здорово, не могу сказать, что там увлажняет и так далее, но вот эти шелушения мне точно не подчеркивает. Она очень легкая, очень классно разносится, не оставляет никаких пятен, даже если ты отвлекся куда-то, и тебе нужно срочно разнести. Она очень тоненьким склоем вложится, то есть я не люблю вот эти вот жирные силиконовые такие тоналки, которые нужно замазать, я люблю больше натуральные. И я всегда использую как-то вот тональную основу, я привыкла к герленовскому, вот это стандартное, красивые упаковочки, но сейчас она у меня темная просто, и вот это действительно хорошая для меня замена. Легкая, все убирает, она мне немножко не подошла по цвету, это наоборот очень светлая, но это не проблема, я в первую разу не пожалела о том, что я не попробовала, прям не открыла на месте, не потестила это как-то, и точно бы купила себе 100% полную баночку. Все, на лице окончено. Теперь расскажу вам о открытии, которые сделала для себя в области волос, но это не то, чтобы открытие, открытие для меня лично. А так это достаточно уже известная, нашумевшая вещь на YouTube, в интернете, я кучу все начиталось. Это и Натура Сиберика, облепиха. Давайте начну так, что я в принципе Натура Сиберика у меня находится рядом с домом, и я покупаю там шампуни для мужа и для мамы, они достаточно довольны. Но я все время как-то, ну не знаю, почему, что-то меня туда никак не тянуло, а в этот раз я просто жду, когда мне привезут мою Альтерну, потому что Бэтхед что-то как-то, ну совсем у меня уже не пошел он, уже как-то совсем голова очень быстро пачкается, а Альтерну пока доедет, думаю, чем-то же надо пользоваться. Я, кстати, купила себе Керастаз оранжевый, обплевалась просто, но это в другом я расскажу, я думаю, нужно же что-то себе искать. Вот, взяла и вообще нифига не пожалела. В общем, шампунь, облепиховый бальзам и маска для сухих и нормальных волос. Я уже в прошлых видео рассказывала, что облепиха это та вещь, от которой я тащусь прям совсем. Я обожаю облепиховый чай, я люблю морсы, просто варенье, облепиховый, просто я очень люблю и уважительно отношусь к этой ягоде. Поэтому, когда я купила облепиху, мне, во-первых, понравилась очень сильная упаковка. Она какая-то, не знаю, для меня она зимняя, приятная, когда даже в душе, ну какая-то мелочь, да, девчачья. Но стоят такие баночки веселые, это очень приятно. Когда я первый раз решила воспользоваться шампунем, для меня, конечно, это был нонсенс. Я люблю, когда шампуни пенятся, но, наверное, она настолько, эта косметика натуральная, что шампунь так, не очень сильный, если честно, пенится. Приходится вот так побольше взять. Но, когда я взяла маску, точнее, а точнее бальзам, я начала наносить его, и у меня как-то рука прям сама так скользит и скользит. Я думаю, что ж такое? Еще, там, две минуты, я ничего не ждала, у меня прям рука скользит и скользит, ну, ничего себе, как она уже работает. Я еще раз бальзам пожирнее наношу, потом вымываю его, но, слушайте, волосы, честное слово, как будто после ламинирования, они такие мягкие, послушные, легко расчесываются, укладываются. И самое главное, у меня голова по три дня, я могу ходить, она не пачкается. Я пользуюсь этим, ну, недели две с половиной, не больше, наверное. Опять-таки, с моими походами бассейны, с непонятно чем, я использую, там, когда бассейн, естественно, я каждый день там мою голову. Эта штука работает. Честно, вот бальзам, там, и шампунь, и маска по 200, 200, 300 рублей, они работают шикарно. Ну, честное слово, я жду подвоха. Какого-то вот... Я не верю вот в это, что это все круто так будет работать и дальше, потому что я слышала, что некоторых волосы привыкают к этой... к Сибирике, и что потом эффект уже хуже, да. Но две с половиной недели, оно вообще никак, оно вообще супер работает. У меня... ну, мне очень нравится, действительно. И даже... я сейчас придет, мой шампунь начну моим пользоваться, и хочу сказать, что это отличная альтернатива. То есть я могу какой-то момент там заменить, чтобы волосы отдохнули, не привыкали, и я действительно рада, рада. Это прям открытие-открытие мое. Все, пришло время прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Скоро сниму в ближайшем время точно еще видео, так что не пропаду. Всем спасибо и пока-пока.